Среди бегущих и те, кто недавно отметил совершеннолетие, и те, кто уже лет 10 как на пенсии. Каждое утро в лагере Ермак начинается с зарядки. Упражнения разной степени сложности. Каждый выбирает для себя подходящую нагрузку. Но любителей пассивного отдыха тут нет. Каждый день занятия туризмом. Вот, например, учатся делать шалаш. Мы очень хотим сходить в большие-большие походы. Мы сходили, были уже в Ергаках. И остальное время мы проводим здесь, готовим конкурсы, участвуем в мастер-классах. Сами приготовили много мастер-классов. И прямо еще ожидание у меня, что это вау будет. А чему здесь только не учат. Журналистике, ораторскому искусству, английскому, французскому, китайскому языкам рассказывают о культуре разных народов. Ведь в повседневной жизни взрослым людям сложно найти время, чтобы узнать что-то новое и расширить свой кругозор. Тут все прекрасно. Тут замечательная атмосфера. Мы тут одновременно учимся и развлекаемся. Не знаю, такой возможности именно для взрослых, именно ощутить вот эту атмосферу детских лагерей, да, больше не будет, мне кажется. При этом, ну, какое-то получить оздоровление и образование. Бесплатный летний лагерь для взрослых – это проект русского географического общества. Его специалисты решили объединить активных людей вокруг культуры туризма и смогли получить на это президентский грант. Но цель – не просто научить взрослых ходить в походы. Главное – создать сообщество единомышленников. Первые дни, когда мы даже не были знакомы друг с другом, какая-то обстановка, вы знаете, она вот как бы накрыла нас шапкой доброты, внимания и заботы. Всего в этом году пройдут три смены по две недели, в каждой из которых побывает 50 человек. Свободных мест уже нет. Заявки на участие прислали около 500 желающих со всей России. Из них авторы проекта выбрали 150 самых активных. Мария Антюшева, Енисеи, Новости.